Всем привет мои дорогие друзья, с вами Слэпт и мы продолжаем проходить Сворцепсин. Как вы поняли, в прошлый раз мы остановились на драконьих подземельях, если бы начнем, то сейчас мы находимся в драконьих пещерах на верхнем уровне, к сожалению, в прошлый раз нам не удалось до конца завершить разговор с драконами, но, как вы понимаете, сейчас мы наконец-то с ними попрощаемся. Потому что все, нам тут уже остается где-то 3 драконьих локации, если нам потом еще драконы встретиться, то их будет уже точно немного, уже не помню, в каких местах они еще могут находиться. Ну и вот, пожалуй, здесь у нас будет находиться один из последних. Драконы в этом подземелье будут водиться куда более крутые, что они уже попадались, чем те, что нам попадались, то есть вот, пожалуйста, кислотный дракон. Точнее, я даже не знаю, как точно он называется, то есть Noxus Dragon. Вроде Noxus это имеет какое-то отношение к кислоте, если судить по переводу. Но точно не знаю, как в общем переводится. Такой модификатор вроде был сам максимально у кислоты, то есть разработчики, они решили, видимо, дать нам понять, что драконы здесь будут такие вот уже более крутые точно, чем просто обычные такие кислотные, уже какие-то, ну, ксивоидные, не знаю. Так, человеческие кости нам дают отравление, пожалуй, все, что они тут делают. Хотя, с другой стороны, некоторые могут еще и давать и сокровища. Неплохо было бы, конечно, если бы вот эти еще головы наверху давали мне понять, что можно брать или что нет, то в этой игре они тут несколько забагованные, и особо тут не стоит слушаться. Убери бы только, что еще там такого кислотного дракона, который выглядит так же, как облачный из Меч Маги 5. И, знаете, это было бы логично, если бы он хотя бы выглядел как кислотный дракон, которого мы встречали на поверхности, а то как-то вообще не отличается от того же Морозного, например. Хотя Морозный тут, конечно, тоже будут такие вот уже более сильные разновидности, выглядят они так же. Да. Интересно, как они встают ситуацию. Ну, здесь у нас уже идет переход в пещеры змеев, давайте, наверное, мы сюда и зайдем. Тут уже вроде, ну, тут пока что не были. Ну, я просто, они рассказывают, что такая пещера тут все-таки есть. Пещера-то будет явно попроще, чем та, в которой мы там недавно побывали, то есть пещера драконов. То есть драконы здесь будут явно послабее. Но все равно пещеру в любом случае стоит пройти, потому что сокровищества будет, конечно, предостаточно. Так, и в первую очередь давайте-ка возьмем здесь вот этот фонтан. Он у нас будет необычный тем, что дает нам навык лингвиста, который в этой игре, по-моему, особо никакой пользы не несет. Если меч Маки-4 с помощью этого навыка могли там читать какие-нибудь там цвитки сложные или книги, то здесь этот навык вообще, по-моему, ничего не делает. Да, очень круто, согласитесь. Так, забиваем еще одного пьера дракона. Как видите, да, здесь дракону заводится те же самые, что на поверхности. Так что ничего тут для нас сложного не будет. Дракона лорда мы уже когда забивали, так что он нам тоже никакой службы с ним предоставляет. Так, морозный дракон, то же самое. Забрали тут кучу сокровищ. Было бы, конечно, глупо, если бы тут коридор вообще оставили пустым. Туда обязательно надо было что-то такое цены положить. За что, конечно, разработчикам отдельно спасибо. Так, еще одна куча сокровищ. Окняный дракон. И, если правильно помню, то за следующей дверью нам встретятся сразу три дракона, которых мы уже за последнее время встречали. Да, вообще, конечно, замечательная идея. Добавить вообще все, что только можно в один только энкаунтер. У разработчиков уже явно закончились идеи, что сюда можно добавить. Иногда, конечно, это дело, это свидетельство, да, об отсутствии фантазии. Ну ладно, собираем тут все сокровища. Теперь у нас уже денег точно должно хватить на нашу тренировку. А то в прошлый раз с этим возникли небольшие проблемы. Хотел тут реверсно в зале поднять один уровень. И тут я вспомнил, что золота у меня нифига нет. Но теперь уж точно есть. Я думаю, что за эти-то оставшиеся подземелья мы наберем львов еще, наверное, целый миллион. Как-то так вот. То есть, как вы понимаете, у драконов лучше всего тут отражиться. Так, ну тут у нас вроде ничего больше нет. С другой стороны. Давайте-ка на всякий случай еще врубим вот опознание монстров на карте. Вот у нас тут еще впереди есть. Что-то есть у меня такое подозрение, что кто-то у нас тут опять в стене. И да, черт возьми, так и есть. Опять противники в стене. Такая же фигня такая, как в пещере Лилит, например. Или шахтными гномов. И да, на этой замечательной ноте у меня еще отрубаются заклинаниями. Вот, видимо, игра мне стала недовольна тем, что я тут уже начал взмущаться чему-то. Поэтому все, вот, получай. Забираю тебе подсельбафы и делаю что-то с этим, что хочешь. Ладно, давайте, значит, поставим сюда маяк, чтобы мы сюда уже могли вернуться. И сейчас, как вы понимаете, мне придется снова перезабафаться. Да, стоит мне сделать такое-то веселое дело. Для начала неплохо было бы, конечно, нашу монетку с макам перезарядить. Тебя бы она у нас не была. Ну, давайте хотя бы сферу, у нее вроде даже побольше зарядов будет. Сейчас она у нас есть. Ну и все. Вот как-то так уже можно будет начинать апкаст. Все, ребят, скоро увидимся. Так, ну что ж, ребят, я снова здесь. Продолжаем наше грандиозное путешествие по этим драконьим пещерам. И давайте сначала, наверное, пойдем вот сюда. Начнем день хотя бы вот с этого. Встречаем мы здесь огнелый дракон. Сзади у него находится еще один. Лично просто. Я бы это знать явно не мог. Не сам приятный был конечный сюрприз, но мы вполне справились. И вроде это все, что касается этой пещеры. Единственное, что тут еще остался такой коридорчик. С морозным драконом еще парочка кислотных. Ну да, мы еще обязательно сгоняем. Пока же давайте-ка возьмем эти все бочки. Там, скажем, на меткость. Опять же для рыцаря. Затем это у нас для мага. Интеллект. Вроде, тут зарядов больше нет. Есть. Это мы даем рыцарю, наверное. Удачу. Так, это для Ерика. Обязательно. Так, и это пиловая бочка для кого, интересно. Давайте опять же рыцарю дадим. На всякий случай. Хотя, я думаю, можно будет дать это еще паладину. Как мне в следующий раз. Если там какая-то такая еще выпадет. Вон, аксесса спустой, к сожалению. Рядом все закончились. Да, вот интересно, как тут дракон меня тут заметил через стену. Я, конечно, могу понять через гору еще, но через стену это как-то уже слишком. Ладно, что быть то ни было. В общем, с этой пещерой мы закончили. Если что, это у нас уже идет выход на поверхность. Нам туда явно не надо. Нам надо идти опять же в соседнюю пещеру, с которой мы эту серию начали. И давайте-ка мы, наверное, пойдем опять же по этой длинной кишке. И вернемся вот сюда. Для начала мне, конечно, хотелось бы тут подлечиться. Потому что, я думаю, по здоровью вы видите, что у меня тут беда начинает происходить. Из-за того, что один дракон оказался каким-то слишком умным. И умудрился мне это заметить через стену. Читер. Так, ну все. Продолжаем. Видимо, здесь окни у дракона. Прыгает к нему. И это у нас оказывается, да, скорченный дракон. Скорч Драгон. Действительно похож на скорченного. Хотя, на самом-то деле, скорчется, по-моему, переводится, как, скажем, уже рать, там, пламя, или что-то еще в этом роде. То есть, опять же, какая-то имеется в связь огнем. Ну, я думаю, вы понимаете логику разработчиков. Потому что, да, вот опять же, решили тут драконам дать название самых мощных подификаторов для предметов. Чтобы делать их такими вот, типа, улучшенными вариациями. Это уже не просто дракон, опять. Какой-то там, не знаю. Пламенный, все дела. Так, а этот фонтан, по-моему, дает управление. Не знаю даже кому дать, может быть, тому же магу. Ну, и в итоге это вообще ничего не дало. Офигеть. Мог бы, конечно, ошибиться. Так, вот эти человеческие кости нам, да, по идее, дадут какую-то новую плащ. Давайте посмотрим. Так, Родерик получил. Это у нас рыцарь. Статический плащ, ну, не самый хороший, конечно, но в этой пещере могли бы дать явно что-то получше. Может быть, здесь попадает какой-то совершенно случайный предмет. Так, ну, если что, здесь у нас будет находиться еще один такой, да, фромовский фонтан, который будет давать нам уже безумие. Оно нам нафиг не надо, согласитесь. Мы лучше пойдем, наверное, вот сюда вот. Здесь будет находиться один дракон, еще один такой скорченный, еще один. Ну, и, по-моему, это даже все драконы, которые были в этом подземелье. И учитывая то, что это только верхний уровень драконьевой пещеры, то здесь, соответственно, должен быть еще и нижний. Ну, ребят, я спрошусь огорчить, его здесь нет. Ну, точнее как, он тут, конечно, технически есть, но называется это локация несколько по-другому. И, я думаю, вы совсем скоро увидите как. Так, это я обещал дать паладину. Ну, и, кстати, говорят, что касается этой бочки, у нее есть одна такая прикольная особенность, что, ну, там, конечно, с двумя зарядами, так что следующему даем ниндзя. В общем, что касается этой бочки, она будет у нас перезаряжаться, как только мы будем из этой локации уходить, потом заново сюда заходить. Да, каждый раз нам тут будут давать по 5 скорости. И, таким образом, вы можете запросто себе скорость по этой игре вообще намаксить. Там, скажем, до 200, а то и выше, если вы захотите. Ну, ребят, согласитесь, это будет очень долго, каждый раз, вот так и телепортироваться. Очень много геморроида, так что я даже не знаю, кто-то ли на того. Какой-то легальный чит получается. Так, удачи мы даем вора, наверное, в этот раз. Что-то так вот не захотелось. Так, а баяние уже для Кирика. Все. У нас все закончилось. А вот меткость я даю рыцарю. Пожалуй, как-то так. Все. С этой пещерой мы точно все закончили, так что давайте-ка переходить на технический нижний этаж от пещеры. А на деле-то это, ребят, будет небесная дорога Б3. Замечательно, согласитесь. Почему подземелье так и называется? У меня есть только одно предположение, то что, как бы, разработчики, они просто понатырили карты из предыдущей читами Чимаки. Там, скажем, у меня Чимаки 5. Все-таки на этой основе, я считаю, игра в основном сделана. Значит, они оттуда все карт понатырили. Там бы поменяли, может быть, структуру уровня и самых внешних видов. То есть, это у нас уже не катакомба, не какой-нибудь там небесный этаж. Ну, а название поменяет, тут забыли. Как-то так все получается. Ну и получается, да, то, что у нас так вот интересно называется подземелье, то есть, небесная дорога, а на деле-то находимся мы где-то под землей. То есть, я думаю, видите, то, что какие-то катакомбы тут кругом. Так, чертная жидкость нам, по идее, дает яд. Тоже нам нафиг не надо. Мы лучше пойдем сюда. Заберем все эти сокровища, которые вообще никем не охраняются. Слава богу. И давайте посмотрим на наш желтый запас. Уже, как видите, почти миллионы есть. Я думаю, после этой пещеры можно будет еще сгонять и купить какие-то заклинания. Так, к сожалению, пока тут разговаривал Бурубе или Ниндзю, забываю иногда тут ходить задом наперед, что Дарконы меня тут не били. Так, а где мне интересно лечение? Вот здесь. Конечно, у того персонажа, у которого Бурублен. Так что могло быть иначе. Иначе просто и быть не может. Так, ну что ж, лечить теперь паладина. Еще раз, и теперь мага. Да, вот теперь мага. Ну и все, побежали вперед. На этот раз мы будем уже аминь как-то умнее. Так, и несмотря на то, что я тут оказался умнее, Даркон меня, тем не менее, как-то заметил. И это у нас Сиродраген. То есть... Да, правильно было бы, конечно, назвать его Криводраген, но... Разработчикам явно было виднее. То, что здесь буквы надо было поставить несколько по-другому. Конечно, таких вот ошибок тут будет очень много. И эти драконы здесь будут не единственным примером. Нет, конечно, понятно то, что эти драконы, они тут будут самые сильные среди морозных. Типа Крио, это самый мощный бодификатор на холод. Так, а вот этот фронтский фонтаном дает целых три уровня. То есть, каждый раз он по уровню дает. И действует у нас три заряда. Лучше это, я думаю, дать самую силу на нашу персонажу, чтобы все-таки это помогло ему в некоторых таких трудных боях, против каких-то там боссов или других жирных противников. Чтобы быстрее с ним справляться. Так, и этот дракон меня опять заметит. Эти морозы драконы не какие-то читерут, ей-богу. Так, находим здесь еще одну такую золотую кучу. Ну, как, конечно, хороших вещей мы наварим на всем этом деле. Ну и, по идее, мы с этой пещерой должны будем уже скоро закончить. Так, какой-то длинный меч еще нашли. Хорошо. Убиваем дракона. Кстати говоря, мы уже, по-моему, быстрее с ним стали справляться. Спасибо за это нашему уровням для рыцаря. И давайте посмотрим, кстати говоря, сколько у него теперь уже атак. Всем атак за раунд. Ну что ж, неплохо. Чего-то то, что у него к тому же есть еще оружие за обсидиан. И вот он, пожалуйста, еще один такой пример кривого написания. Это оражневая бочка. Даем это магу. Мы побежали вперед. Нам остается единственная, так, это такая вот секция большая. Здесь у нас будет, по-моему, самое большое скопление драконов-вордов вообще во всей игре. Да я думаю, во вселенной мече маги-крицепи. Вообще, по-моему, даже в том же World of Sin не встречалось сразу столько много драконов-вордов, как вот здесь. А может быть и встречалось там, скажем, на последнем этаже драконей башни, если так вы помните. Там все-таки несколько таких товарищей было. Так, и здесь у нас, да, вот еще один такой сиро дракон. Открываем все эти сандуки. Один, к сожалению, оказался савушкой. Так, ну да, к сожалению, ничего не дает больше. И да, вот если я правильно помню, то в этом подимере можно будет также найти еще одно наше древнее оружие. Это у нас будет древний драконий меч. Если бы точнее, то это будет даже длинный драконий древний меч. Как-то так и называется. И, кстати, где же мы сможем найти алмазную кирку, которая позволит нам добывать алмазы, соответственно. Видимо, вот как-то так она попала в лапу дракона. Может быть, они эту кирку украли у того шахтера, точно не знаю. Но, может быть, это их слуги сделали. Ну и, в общем, где-то здесь мы нашли тот самый драконий меч. Ага, вот он еще один такой драконий лорд. Знал то, что здесь были целых три. Так, замечательно. И последняя бочка, которая у нас находится. Интересно, что? Какая-то синяя жидкость. Я думал, что здесь были что-то получше. Просто какой-то был для клирика, который, к тому же, можно будет запросто намаксить. И я думаю, что в этой серии это вполне возможно тоже показать. Так, ну все. С дракономами, наконец, разговор завершили. Все три подземелья мы прошли, которые мы... В прошлый раз допланировали. Теперь уже можно будет переходить куда-нибудь дальше. Какое-нибудь там новое подземелье. Интересно только куда. Знаете, мне возникла такая идея, как бы, например, не сходить. В пещаный город там хотя бы все заклинания не купить. Там, может быть, как только попадем в карту, то мы там уже закупимся с последними заклинаниями. И после этого отправимся уже исследовать те же самые шахты. Все-таки мы исследовали далеко не все. Нам остается еще две. Там и сапфиром, и изумрудом. Для других двух городов. И к тому же можно еще добыть алмаз, той самой ведьмой, на пещере. Так, затем давайте-ка перейдем к лирику. Бым ему тут все заклинания. Магу. Ну, золота тут в принципе много. Нам тут его даже особо некуда тратить. А в этой игре вы будете ограничены, там, наиболее честным образом уже, таким тридцатым уровнем, пожалуй. Так что у нас оставшихся денег точно хватит на тренировки. Не беспокойтесь. Так, теперь давайте-ка вернемся туда, интересно. А, ну да, второй город, Импери. Здесь же у нас еще есть кое-какие заклинания, еще не купленные. Скажем, героизм, есть такое. Так, кстати, магу. Ну, пожалуй, все. Теперь осталось нам единственное, что посвятить, так это карты. Так, опять же, берем в руки этот камень. Городскими порталами переходим сюда. И заходим. А, да, кстати говоря, уже появилось еще вот новое оружие. Думаю, его может будет показать Бекдулаку. Тогда он нам даст еще награду свою. И что нам даст награду за этот меч? Так, еще опыта. И 75 тысяч... Погодите, наоборот, тут тысяча драгоценных камней и 75 тысяч опыта. Немного не так прочитал. Ну, вообще, ладно. Хорошая такая награда, согласитесь. Ну, говатый, конечно, только оценка ко мне по игре. Другие части мечей и маги по этой части несколько жадные. Так, и давайте, кстати говоря, посмотрим, дают ли нам еще какие-то подати наши граждане. А, нет, погодите, это явно не банки. Не в самой постройке, они у нас должны находиться где-то вот здесь. Так, я, вроде бы, в одной истере ошибался, говорил о том, что наши подати будут храниться в какой-то кровати в этом городе. На самом-то деле, они будут храниться вот в этом ящике. К сожалению, тут еще ничего-то не собрали. Не знаю, почему тут все медлят. Хотя, мэр этого города говорит о том, что вот эти ночная собираться, пока мы тут говорим. Давайте посмотрим еще раз. Ну, как видите, тут вообще ничего нет. Увы. Конечно, можно еще открыть напоследок этот судук, прежде чем мы из этого города выйдем. Опять у нас тут ловушка, да? Я уже говорил о том, что она тут есть. Ну и все. Давайте отсюда уходить. И, кстати говоря, можно ли мы нормально так вот вернуться? Так, к сожалению, город Хартона закрыт, пока угроза Свердна не будет устранена. Да, я уже говорил о том, что вот если вы даже устраните гигантов, то по-прежнему этот город будет кто-то нападать. И это у нас окажутся тролли. Да, весьма так символично, согласитесь. Тролли не дают на пробраться в этот город. Так, а где они, кстати говоря? Ага, ну теперь они уже должны появиться. Или погодите. Нет, мы уже победили, значит все. Просто мне надо было тут отметить, что угроза тут устранена очередная. Были гиганты. Да, опять же посмотрим на эту неприятную рожу варвара, которая нас любит тут не пускать в этот город по какой-то причине. Хотя мы его уже спасали несколько раз. Ну и все, по идее, там уже после того, как мы попадем в карту в следующий раз, либо пытаемся это сделать, там уже будут тролли нападать. Как-то так все получается. Так, и где-то рядом должна находиться алмазная шахта, вроде вот здесь. Да. Алмазная шахта. Самое место, где мы добывали себе, пожалуй, первое, наше самое крутое оружие из обсидиан. Так, и погодите, я немного не туда на самом деле иду. Это же просто какие-то пещеры, видимо. Мне-то надо вот сюда вот идти. Вот здесь я добуду этот алмаз. Ну и все. Используем мы на этом деле нашу алмазную кирку и добываем алмазный минерал. Так он называется. И вот, казалось бы, в этой игре всего три города, то есть Харт, Импери и еще песчаный город. То есть вот Псков, как я его иногда называю. А нам еще потребуется для остальных зеркал еще два камня. И казалось бы, куда одевать этот алмаз. Неужели он нас будет потом откуда-то телепортировать на наш сам первый город, то есть вот Крэхавен? На самом деле ответ будет несколько другим, потом еще под конец игры узнаете. Пока же давайте отсюда, наверное, уходить с помощью монеты, или погодите, уже за временное ускажение. И будем тогда исследовать какие-то другие шахты. Они будут находиться чуть севернее нас. Шахты уже находятся непосредственно в горах. И туда без телепорта или умения хождения по горам никак не добраться. Ну да ладно, пойдем вперед. Тут у нас, конечно, первый противник обходится Гаргулия. И, по-моему, никого здесь больше, кроме них, и не будет. И к тому же мы находимся сейчас в Сапфирной шахте, если кому интересно. Так, да, тут у нас, конечно, будет очень много драгоценных камней. Хотя Гаргулия это противники так себе. Они стоят чего больше. Точнее, наоборот, чего меньше. А камней тут, наоборот, дают довольно-таки много. Для них там будет жирновато. Иногда тут по какой-то причине могут еще ускальпить эти ямы. Они нам, правда, никакого эффекта не дают, потому что у нас есть левитация. И вот, хотя бы на эти ямы эта левитация вполне работает. То есть вы можете их вполне так хорошо игнорировать. Так, пойдем вперед, сюда. Тут еще не были. Да, на этот раз я, наверное, туда же все клеточки посвящу, почему бы нет. Чтобы на карте они отметились. Немного тихо тут, конечно, играет музыка. Немного тише, чем обычно, потому что в этом все вноват тот самый варвар, из-за которого игра начинает так вот немного божить. То, что начинает в других местах слабо проигрываться музыка. Так, и здесь у нас находился логовый горгулей, за уничтожение которого нам дают просто 500 золотых и какой-то рок. Ну, давайте хотя бы посмотрим, что это за рок такой. Это Арессора. Так, это у нас рок опознания монстров. Ну да, конечно, очень полезное заклинание, учитывая то, что монстров я обычно всегда просто беру и выношу. А параметры я вам показываю уже так. Когда я уже побеждаю. Так, и находим здесь, кстати говоря, тот самый сапир, который мы не искали. Ну и все, полагаю, теперь уже можно будет отсюда опять же уходить и следовать какие-то другие шахты. Там у нас еще одна последняя остается. Это будет у нас шахта с измбруда. А сапир нам был необходим для открытия зеркала в скобе. Вроде как-то так. Кстати говоря, кто сводится в этом квадрате с противников, так это рыцари тумана. Вроде как-то так они называются или как-то по-другому. Ну, в общем, туман у нас это по-английски пишется. Соответственно, может быть, их стоило бы назвать рыцари тумана. Как-то так. То есть туман это не какое-то погодное явление. Это что-то, не знаю, какое-то племя, наверное. Или что-то вроде того. Я думаю, вы меня поняли. Да, эти рыцари у нас находятся в таких вот палатах. Палаток у нас по этой локации очень много. И к тому же эти палатки, которые, казалось бы, находятся рядом с нами, они на карте помечаются немного неправильно. Я думаю, вы это заметили. Да, багов этой игре, конечно, просто предостаточно. И всяких там недоработок. В частности, этих карт. Так, уничтожаем этих ужасов гробницы. Интересно, конечно, что они в этой шахте забыли. Видимо, нам, надеюсь, встретится что-то ужасное. Че, узнаем. Ага, ну и у нас еще, к тому же, заканчиваются бафы. Ну, ладно, я думаю, что с этими товарищами мы сможем разобраться как-то так. Весок проблем. Обойдемся как-то из-за каста лишнего. Все-таки это противники из Мечмаки 4. Они вряд ли нам предоставят какие-то трудности. Ну, это единственное то, что... Мы его даже с первого раза не победим. Ну, хотя бы в дух ударов уже вполне так состояние. Так. Еще одна куча драгоценных камней. И вроде здесь у нас все. Еще один, я не могу скрабнуться. Вроде за ним ничего не находится, так что пойдемте вперед. Так. Когда мой меч сломался, я сражался. Но это было очень тяжело. Да, с чем-то сражался этот призрак. Но так ему победить, видимо, не удалось. И учитывая то, что оружие у него тут ломалось, то иметь мы будем дело вот с этим интересным товарищем. С Алмазным Големом из Мечмаки 4. Это тоже был противник малоприятный. Тоже один из самых неприятных по игре. Можно сказать, местный аналог драконов. Или даже дракона лорда. Только эти товарищи встречались куда более в больших количествах. Ну, я думаю, вы понимаете, как мы с ним будем разбираться. Именно там, скажем, с помощью имплозий или заклинания установки Голема. Странно, конечно, звук произносит эти Големы. Явно не такой, как это было в Мечмагии 4. И урон эти парни, конечно, слышат очень немаленький. Ну ладно, давайте сейчас мы, скажем, забьем его с помощью энергобласта. Пожалуй, все. Будет было, я бы не сказал, что слишком трудным. И оружие, там, и каких-то других вещей мне вроде даже не поломал. Так что, ну да. Я вполне разбираться с ним, даже будучи незабафным. Так, а где мне, кстати говоря, находится лечение? Тут опять же того самого персонажа, который у нас тут валяется в отключке где-то. Да, нафиг с ним. Подлечь в нашу команду. Я думаю, после этого уже можно будет направляться, скажем, бафаться. Опять же. Да, ребят, все как обычно. Жизнь сплошна боль. Ну, я думаю, там уже на выходе из этого подземелья можно будет там какой-то маяк поставить. И потом уже, да, продолжать. Так, и вроде где-то здесь у нас должен находиться сапфир. Или измрут, если я его еще не подобрал. Да, вот здесь у нас находится измрут. И я думаю, сейчас эти камни уже можно вполне продемонстрировать действие. Правда, перед этим давайте-ка мы отсюда все-таки выйдем. Там поставим маяк на поверхности где-нибудь. Все-таки я хочу этот квадрат до конца зачистить с этими рыцарями, которые похожи на рыцаря Янга. По параметрам они даже мало чем от них отличаются. Единственное, только название максимум. Ну, а теперь давайте-ка переходить... Да, пожалуй, что в империи для начала. Там мы установим измрут. На Пскове мы установим уже сапфир. Да, все. Активируем это зеркало. Как напишут, зеркало оперативно. И теперь давайте-ка переходить с Псков. Так, вот вроде где-то здесь у нас находится следующее зеркало. Уже последнее. Все. Вставляем сюда сапфир. И теперь зеркало у нас уже должно работать. Правда, ребят, как вы сейчас заметите, эти зеркала, они к тому же будут у вас такие шальные. Шальные, потому что у них будет телепортация работать случайным образом. То есть они будут вас телепортировать в какой-то случайный город. Они вполне могут вас даже телепортировать в тот самый город, в котором вы находитесь. И к тому же эти закалаблы, да, такой особенность, это то, что они могут вас вообще не телепортировать. То есть здесь у нас рандомы с трех или даже четырех чисел. Либо это Харт, либо Импери, либо Псков, либо вообще никуда. И к тому же игра не чувствует, в каком городе вы сейчас находитесь. Такой вот простой скрипт. Ну что ж, ладно. Полагаю, теперь уже можно будет отправляться заново обапываться. Я буду уже встречать вас в каком-то другом поле, интересном месте. Потом скажу, на той же поверхности. И мы снова здесь, мои дорогие друзья. Продолжаем наше очередное приключение. Сейчас мы находимся в квадрате С1. Продолжаем тут забивать рыцарей Тумана или Тумана. И вот где-то рядом с нами они уже должны находиться. Вот у них палатки уже виднеются. Заходим сюда. Заходим сюда, опять же, какие-то вещи. И если не ошибаюсь, за них, по-моему, даже золото дают. Так же, как за рыцаря Янга. Так. На всякий случай, в квадрате, ну тут вообще все палатки. Некоторых из них, как видите, бывают и сами рыцари. Иногда в них вообще ничего не бывает. Можете спокойно туда зайти, забрав, что там плохо лежит. А здесь, судя по всему, вообще ничего не было. Просто какой-то рыцарь там стоял на охране. Так. Ну да. Опять же, какая-нибудь доработка от разработчиков. И тем не менее, я на нее купился там. Просто решил проверить пустое место. Хотя казалось бы, там должна находиться какая-то палатка. Ну, еще все. Полагаю, что здесь мы все последовали. Пожалуй, здесь у нас находился последний рыцарь Тумана. И вот какой-то какой-то у нас был простой регион. И так мы его быстрее зачистили. Правда, у нас тот же день подходит к концу. Это не самые приятные новости. Потому что, да, у нас же время на поверхности идет несколько быстрее, чем, скажем, какое-то подземелье. И здесь у нас квадрат будет еще веселее. Потому что здесь нам придется укапнуть в грамм эти могилы. Иногда из них может вылезать какая-то нежить. Какая-то там крутая. Но зато мы здесь можем находить какие-то полезные предметы. И, если не ошибаюсь, у меня здесь находится самое место, где я смогу намаксить то самое паяние аквирика. Или паладина в том числе. Это у нас будет монастырь каких-то монахов, расставляющих ловушки. Потому что называется этот монастырь Трепость монастыря. То есть, ну да, как я уже говорил. Кто-то, кто расставляет ловушки, я точно не знаю, как можно назвать этих людей. Может быть, какие-то ловушечники или капканчики. В общем, нам сюда. И, кстати говоря, здесь у нас будет такое-то интересное сообщение. Монастырь. Или даже монастырь. Хотя, на самом-то деле, надо было написать монастырь. И, казалось бы, если посудить по логике разработчиков, то это место должно называться монастырь. Да, очень весело. И к тому же, да, у нас тут пишет такой вопрос. Монастырь или монастырь, да или нет? Если ответить да, то вы отсюда уходите. А если отвечаете нет, то вы здесь остаетесь. То есть, казалось бы, вам тут должны написать. Хотите ли вы отсюда выйти? Из этого монастыря. Да или нет? Вот так было бы логично. И здесь у нас кто будет единственный из противников, так это вот эти адские шерсти, как ни странно. Вот, пожалуй, все. Да, и судя по названию этого места, то ловушек у нас здесь будет просто дофига. То есть, вот всякие эти лезвия, ямы и все там в духе. И к тому же, у нас тут будут находиться закрытые на ловушку дверь, которую у нас будет открывать, естественно, вот. И если не ошибаюсь, то можно эти ловушки на дверях входить тем же шагом в бок или шагом назад. То есть, это сообщение открывается только после того, как вы вступаете на определенную клетку под определенным углом. И, в общем, как-то так вот все можно быстро тут и без всех проблем входить. Я так полагаю, что и тут ловушки также обходятся. Так, а на столе мы находим записку. Давайте почитаем. Так, пока что ловушки удерживают их на побережье, видимо. Но остается еще несколько братьев. Если кто-то из них найдет эту записку, то опасайтесь рычага Рока. Интересно, конечно, что это может быть за рычаг. Если честно, то я даже не знаю, где он тут может находиться. Может быть, вот этот даже. Может быть, он должен что-то делать неплохое. Но, честно говоря, я даже не знаю. Как бы ловушки-то все равно остаются. И, конечно, можно всегда перепрыгивать, что я, наверное, сейчас сделал. Берем тут очередно такого отского шерстня. Открываем ловушку. Я думаю, что уже в следующих комнатах можно будет продемонстрировать эту недоработку от разворочков действия. То, что можно эти ловушки им запросто обходить. Так, еще один какой-то рычаг. Рычаг Рока вообще может быть как угодно из них. Но какой точно, я не знаю. Потому что каких-то особо неприятностей эти рычаги меня никогда не вызывали. Так, прыгаю вперед. Там с по идее ничего кроме ловушек-то быть не должно. Они нафиг не нужны. Вы так уже ловушки наверняка видели других прохождений. Скажем, меч-маки-5 или меч-маки-4 у меня на канале. Так, нажимаем на все эти рычаги, чтобы они не делали. Так, вот, пожалуй, все. Возвращаемся назад. Вот вроде здесь у нас должна быть ловушка в виде ямы. Мы через нее припрыгиваем. Так, еще одна дверь с ловушкой. Да. Открываем. И здесь у нас будет находиться уже промзкий котел. Вообще замечательно. И здесь у нас какая-то символика планеты. Окей. Или что бы то ни было. Может быть даже какой-то футбольный мяч или кулак. Вообще фиг с ним. Пойдем вперед. Кости у нас ничего не дают. Опять же, еще один какой-то промзкий котел. Ну, если честно, по-моему, вот эти ровские котлы, по моей памяти, ничего особо полезного не дают. То есть, какой-то из них вас будет вообще каменять. Какой-то будет давать влюбленность. Пожалуй, самое полезное тут будет, как это называется, котел. Да. Хотелось бы назвать это фонтаном или колодцем. Да, вот это будет единственное то, что самое полезное. Но, учитывая то, что эта влюбленность потом еще пропадает через какое-то время. И вы потом уже получаете состояние развитого сердца. То вам это состояние потом еще придется лечить храм. И, знаете ли, это будет не очень приятно. Нет, конечно, всегда можете сюда сходить. Вы тогда заново получите свое состояние, значит, и прибавки к своим характеристикам. Ну, в общем, при правильном использовании этот колодец или, блин, котел может казаться очень полезным. Так вот, я думаю, вам не удалось все-таки продемонстрировать этот замечательный прикол. Когда можно будет проигнорировать эти ловушки на дверях. Ну, может быть, как-нибудь вы сами это заметите. Так, ну здесь у нас находится магический колодец. Честно говоря, я даже не знаю, что он тут может делать. Может быть, это дает нам прибавку к единице магии. Давайте посмотрим на том же сам ниндзя. Это вроде это ему вообще ничего не дает. Так, а рыцарю? Интересно. Это даже не дает никаких прибавок к интеллекту. Так, а вору что-то интересно. Никаких прибавок к уровню. Возраст это тоже самое. Ну, единственное то, что у меня возникает предположение, что здесь может повышаться устойчивость к каким-то стихиям или даже какой-то навык выдаваться. Так, ну, лингвисты-то у нас получили-то еще пещеры драконов. Интересно, что уже это нам дало. Или дало, лучше сказать. По-моему, это нам вообще ничего не дает в плане налогов. В общем, тогда пофиг. Давайте отсюда уходить. У нас единственное, что остается, наверное, вот этот небольшой зал, в котором, да, опять же, дофига ловушек всяких разных можно здесь ударить в этот гон. И есть у меня такое ощущение, что это и будет тот самый рычаг рока непонятный. Блин, вот это было и, пожалуй, последняя дверь, и здесь вполне мог бы продемонстрировать, что все-таки здесь можно будет ловушку обойти. Так, вот интересно, а если сейчас нажму отмена тогда, по-моему, вообще ничего не произошло. Ага, ну, кстати говоря, здесь-то это можно продемонстрировать. Вот сейчас-то буду ходить вбок, и вуаля, я преодолел эту ловушку. Все, нормально, все продемонстрировал. Непонятно, правда, то, что нам тут дает, это разблокирование ловушки, учитывая то, что ловушка тут вообще нифига не дает. Просто какое-то сообщение, где можно будет убирать, да или нет. Странно, конечно, в монастыре ничего не скажешь. Тут у нас к тому же, с противника какие-то только пчелы и водятся. Но, что самое хорошее, то, что в этом монастыре можно будет найти вот то самое замечательное место, о котором уже неоднократно говорил, где можно будет получить неограниченное количество обаяния. Ну, и к тому же, я думаю, вы заметили то, что уничтожил ту самую локово Аский Хос и все на этом. Ничего это не дало даже. Ладно. Это алтар. Что тут, конечно, не значило. Наверное, тут хотели бы написать, типа, хотите ли вы помолиться на алтаре, то и видишь, что про это алтар. А тут какой-то еще алтар. Да, вы видите какой-то алтарь, хотите ли вы тут помолиться. И что это нам дает? Это нам дает бонус 10 единиц к личности. Вот, казалось бы, этот бонус тут должен быть ограничен, но тут оказывается неограничен, ребят. Так что здесь вполне можно получить максимальное количество личности, там, скажем, от 255 и выше. Ну, выше-то, если у вас какие-то предметы уж уж надеты. А так, если ничего не надето, то вы можете только максимум 255 получать. К тому же, бафусы здесь не учитываются, так что еще одна такая приятная особенность этого места. Ну, в первую очередь, давайте-ка на максимум баяние нашему паладину. Конечно, долго будет происходить эта процедура, но она будет очень приятная. Конечно, опять-таки там у нас будет такой-то легальный чит. Ну, что ты не поделаешь. Но, я думаю, к такому прибегнуть уже не грех, потому что, блин, по-моему, тут каждый игрок будет к нему прибегать, как только обратить на него внимание. Чего бы это ни сделать. Таким образом, хотя бы у меня не будет проблем никаких с лечением. Так, ну вот уже все, паладин тут максимум баяния. Теперь у нас еще остается клирик. На него баяние нужно обязательно. На остальных, кстати, персонажей этот пар вообще никак не действует. Он действует только вот на такие чисто клирические классы, которые владеют целительной магией. А если попробовать использовать это на мага, тогда вам покажут такое следующее сообщение, типа вы ничего не чувствуете. А так и вы чувствуете себя каким-то центрированным, я не знаю. You feel centered. Так, мне тут еще немного остается. Так, и теперь у нас 251. Ну, то еще раз можно будет помолиться. И теперь у нас уже личность листала 260. То есть для клирик это уже максимум. Потому что у него, видимо, какой-то предмет одет на 25 личности. Давайте посмотрим. Ну да, пожалуйста. Черн пендант, то есть какой-то амулет шарма. Вот если я сейчас сниму, тогда вот, пожалуйста. 255 личности. Ну, давайте мы его лучше все-таки заново оденем. Тогда у нас хотя бы будет магии-то побольше. Так что, может быть, я и зря продавал тебе предметы, дающие мне бонус к этому параметру. Все-таки было бы у меня тут еще небольшое увеличение магии. Какое-то. Ну да ладно. Давайте отсюда уходить уже. Скоро будем, наверное, эту серию заканчивать. И давайте попадем вот сюда. Да, выйдем из этого... Как что называется? Монастыря. Да, вот как-то так вот. Будем все-таки произносить это название правильно. И теперь давайте прыгнем вперед. И здесь у нас будет находиться то самое святилище, которое я в прошлой серии-то искал. Где нужно будет отнести какой-то предмет, связанный с колесом. Да, это у нас высший знак. И я слышал от одного из лест-плееров, который проходил уже эту игру, то что здесь у нас отсылка на колесо времени. Не знаю, правда, в чем оно заключается, учитывая то, что это самое колесо времени я даже не считал. Ну, как бы, есть в этой игре предмет, как священное колесо, плюс еще здесь можно будет вернуть какой-то высший знак спираль мира. Вот, я не знаю, встречаться или там такие места, или там что-то еще в этом роде. Но колесо там точно должно быть. Правда, этот предмет, он является там чем-то неослезаемым, если правильно понимаю. Ну, а теперь на этом все. Полагаю, то, что где-то вот здесь эту серию можно будет закончить. На такой замечательной ноте, то, что выполнили мы наконец-то это задание. Уже нашли это самое святилище. Так, к тому же, у нас уже стало максимум личности. У нас проблем с лечением никаких не будет. Прошли мы также пещеры драконов и все шахты. И активировали камни на каких-то городах. И в следующий раз, думаю, можно будет отправиться в какое-нибудь там село-подземелье. Мне кажется, плохо было бы потом еще зачистить этот квадрат нежитью. Я думаю, можно будет сейчас раскопать гробницу. И здесь у нас находится скелетный рыцарь. Могу просто продемонстрировать, что эти могилы там могут давать. Ну, давайте где-то здесь майк установим. И вернемся обратно, скажем, в Грейг Хавен. Или нет, погодите. Это мы с помощью майка лучше сделаем. Так. Давай, используй. Возвращаемся. И давайте-ка где-то вот здесь мы и остановимся. Как только потренируемся. Да, все замечательно. У нас уже где-то два или три уровня есть. Неплохо так мы повыовали в этой серии. Ну и вообще все. Теперь я с вами уже точно попрощаюсь. Извините, что до этого мне никак дело не дошло. Но теперь уже точно все. Я определился. Все. Сэфт успокоился. Все, пока и удачи, мои дорогие друзья. Спасибо, что меня смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Если да, то не забудьте оценить видео. Подписаться на канал. Позвать друзей. И может быть даже вступить в мою группу, чтобы отслеживать какие-то новости. Если ждете продолжения этого цикла. С вами на связи был Няшкалдфакцепт. Ждите новых серий. И все. Всем пока. Увидимся в следующей серии паспортов. Субтитры сделал DimaTorzok.